Юные дарования. Все этапы Всероссийской Олимпиады школьников уже позади. Непростые испытания завершились. Пришло время назвать имена тех, кто выложился на 100% и привез в родной город не только грамоты участников и придеров Олимпиады, но и большой багаж знаний. В Муроме двое школьников вышли на самый высокий уровень, попробовав свои силы в заключительном этапе масштабных интеллектуальных соревнований. Об их пути к победе в нашем сюжете. Раз, два, три. Спортсменка, активистка и просто красавица. Автомат эта хрупкая девушка разбирает и собирает за 39 секунд с закрытыми глазами. Во многом именно это умение и помогло Дарье Заблодской стать лучшей на региональном этапе Олимпиады по ОБЖ и выйти в финал. Заключительный этап Олимпиады проходил в Казани. Еще Дарья с легкостью вяжет разнообразные узлы. Прямой, шкотовая, академические, встречная восьмерка. Для старшеклассницы это уже дело привычное. Ведь она с детства занимается в клубе имени Саплина и в будущем хочет получить военную специальность. Вязание туристической обвязки, первая медицинская помощь, разборка, сборка автоматов в сложных условиях, то есть с закрытыми глазами было. Метание веревки, стрельба из лазерного тира по мишеням и спуск груза. Я получила большую возможность посмотреть другой город, в котором я никогда ни разу не была, пообщаться с ребятами из других областей регионов. И еще одним участником и, что важнее, призером Всероссийского этапа Олимпиады школьников по физике стал Иван Артемов. Любимый школьный предмет он изучает с большим интересом. Сложные задачки щелкает, как орехи. В копилке достижений Ивана немало достойных выступлений на престижных столичных Олимпиадах. Вот и на заключительном этапе в городе Сочи муромский старшеклассник также выбился в лидеры. Теперь в планах у Ивана углубленное изучение любимой науки. Эта Олимпиада, она считается у нас в стране самой сложной, самой престижной, поэтому ее результат для меня наиболее значимый. Я собираюсь стать ученым, заняться наукой. Поступать я буду в Московский физико-технический институт, на факультет общей и прикладной физики. Ну, в принципе, этот диплом обеспечил мне возможность поступления без экзаменов, без вступительных испытаний. Физика хочет думать, прежде всего, и можно очень хорошо тренировать свой мозг. Ну, и плюс как-то учитель мне смог какую-то любовь к физике тоже привить. За что ему спасибо большое. Не зная ни сна, ни отдыха, в процессе подготовки к Олимпиаде Иван Артемов долго и усердно занимался. Как рассказывает его педагог по физике Вячеслав Васильевич Федотов, парень даже забыл о летних каникулах. У Вани есть качество, которое, в общем-то, присуще многим, но степень у всех разная. Ваня очень работоспособный ученик, очень целеустремленный мальчик. Когда мы определялись, допустим, сколько времени дополнительно работать для того, чтобы продвигаться, чтобы достигать успешных результатов каких-то, он увеличивал объем нагрузки, который я предлагал. Ребят, которые могли бы достигать определенных подобного рода результатов, их, в общем-то, не так мало, они существуют. Но обладать вот такими личностными качествами, такой целеустремленностью, такой работоспособностью, вот у меня он такой первый ученик. И таких увлеченных и талантливых ребят у нас много. Из года в год они привозят в Муром призовые места. В нынешнем году 33 школьника с успехом прошли региональный этап, набрав высокие баллы по физике, литературе, русскому языку, ОБЖ и экологии. И эти результаты – заслуга наставников и, конечно же, самих ребят. Целеустремленные, вдумчивые, уверенные в себе. Они могут рассчитывать и на успехи в будущем. Юлия Казакова, Илья Влетов. Наши новости.